С 1 июля в стране меняется порядок выплат пенсии и других соцвыплат. Теперь они будут осуществляться через банки. Ничего не поменяется для пенсионеров в возрасте старше 70 инвалидов первой и второй группы, получателей детских пособий и семей, воспитывающих ребёнка-инвалида в возрасте до 18, а также всех перечисленных категорий, которые проживают в сельской местности. Уже сегодня в пунктах сдачи ЦТ авиатуриенты могут получить сертификаты с результатами. При себе нужно иметь паспорт, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошёл». К слову, 100 баллов набрали 613 человек, а самый высокий средний балл по обществоведению. Он составил 65,7 балла. Цифры действительно до 31 декабря 2025 года. Открытое акционерное общество «Белшина» увеличило объём выпуска инновационной продукции более чем на 60% и не собирается сбавлять обороты. Охватывает несколько проектов. Первый из них – освоение индустриальных цельнометаллокордных шин с посадочным диаметром 25-29 дюймов из брендовой линейки. Также к концу года планируется принять в эксплуатацию новое оборудование. В стадии реализации находится проект по увеличению мощности для производства шин, которое предназначено для внутреннего рынка. С 1 по 5 июля в Бобруйске не будет электричества. Дом на социалистической 115, бывшее военное общежитие, попадёт в зону плановых отключений в первую неделю месяца. А также улицы Пограничная, Дачная, Рогачевская, Переулки, Восточный, Пограничный, Снежный, Подгорный, Восточный. Время отключения с 9.30 до 16.00. Владимир Гацко назначен начальником главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома. Напомним, в 2019-м он был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва. 27 марта 2024-го снова назначен главврачом ВЦБ, где трудился до настоящего времени.